Когда я три года назад переехал с другого конца города в этот, я испытал культурный шок. Спальный район города, Купчино. Метро вас ждут несовместимые рядом, но возможные в реальной жизни. Это невероятный коктейль, павильон компании Мегафон и рядом от него два биотуалета. Друзья, вы видите самое первое здание в Питере. Сейчас оно под номером 5, которое впервые в далеком 93 году сделало попытку облагородить огромный вещевой рынок в Купчино. Кстати, охранники, которые находятся по нескольку человек у каждого здания, внутри их еще больше, защищают не нас, граждан, как все, кто живет в Купчино, могут подумать о вот эти здания. Так что от нас эта охрана защищает свою собственность. Привет! И снова просто мысли. Все эти невероятные воздвижения, называемые торговыми комплексами Балканский в Купчино, стоят на земле, которая, как я понимаю, находится в частной собственности. Так как даже снимать на улице фотокамерой строго запрещено. Когда я у метро полгода назад делал ролик, ко мне подошли охранники, не полиция, и попросили убрать камеру, так как снимать запрещено. На вопрос, почему нельзя, сказали, что просто нельзя. Я ответил, что в общественных местах вроде не запрещается проводить видеосъемку. Но мне ответили, что здесь действуют другие правила. Теперь я понимаю, что, скорее всего, так и есть. Подземный переход со своими неписанными правилами торговли я еще понять могу. Но ведь на улице должны действовать законы правил розничной торговли, которые прописаны для всех, и все их обязаны соблюдать. Если мы живем по правилам розничной торговли, то это значит, что все нюансы где-то прописаны. Как торговать, какие документы нужны, чтобы тебе разрешили торговлю в общественных местах. Ну вот взять хотя бы для примера вот этот кофейный автомат Купчино. Чтобы его поставить, нужно получить разрешение, например, в органах самоуправления, ну или у администрации Балканского. Также владелец торгового автомата обязан соблюдать закон о правах потребителя. То есть товары должны продаваться качественные и соответствовать всем принятым нормам. В обязанности продавца входит соблюдение всех обязательных с учетом профиля и специализации своей деятельности, требований, стандартов, санитарных, ветеринарных, противопожарных правил и других нормативных документов. Поверьте мне на слова, что где-то первые полтора года, когда этот автомат поставили, на нем не было никакой информации о владельце, чтобы при ряде случаях хозяина автомата можно было разыскать. Если, например, автомат не дал сдачу или заживал купюру, или вы хотите человеку, который обслуживает кофейный автомат, что-либо сказать, ну или просто вам не понравился этот продукт, то у вас это не получилось бы сделать, так как таблички, кто обслуживает автомат и так далее, просто не было. Кстати, ее и сейчас нет, хотя появился номер телефона, куда позвонить, если что. Этот агрегат в режиме монополии простоял почти два года. Ну и конечно, как это бывает у коммерциантов, когда у них попер, так сказать, бизнес, они забывают о самом главном. А главное это что? Правильно, чтобы клиент всегда был доволен. Но, к сожалению, у этого парня не тот случай. Предприниматель, увидя, что выручка возросла многократно, нет, чтобы понизить цену или как-то обустроить место, чтобы покупатели чувствовали, что о них заботятся. Да хоть урну, например, эксклюзивную поставить для рекламы. Он же делает следующее. То по несколько дней кофейник не дает пластмассовой ложечке, чтобы размешивать напиток. То кофе без сахара, потому что не заправлен автомат. А зачем этим заниматься? Мы ведь свиньи, которые и так все выпьем. И невкусные дешевые смеси, которые можно положить в автомат. Толпа все равно расхватывает мое кофе на ура. Ну и конечно же ничего страшного, если человек, который хочет кофе с сахаром, попьет без него. Я лучше еще один автомат поставлю. И также без какой-либо информации. А зачем мне вешать табличку? Деньги прут, и никто не жалуется. Как говорится, так будет всегда. Нет, товарищ, такое будет не всегда. Пусть наш СС может закрывать на многие вещи глаза и администрация с разного рода инстанциями. Нам ведь, как потребителям, не должно быть фиолетово. Если на автомате нет элементарной таблички с информацией, что за кофе в автомате, как связаться с коммерсантом, у меня складывается впечатление, что у этого человека может не быть даже медицинской книжки. И что он делает эти смеси самостоятельно? Или покупает их непонятно где? Многие скажут, что, дескать, не покупай кофе у него. Вот и все. Скажу, что и не покупаю. Просто таких автоматов, в принципе, не должно стоять. А он стоит и много лет. Большое спасибо конкуренции, которая для нас, потребителей, очень как полезна. Сначала появился автомат в M-Video. Кстати, кофе там на 10 рублей дешевле. На этом автомате есть табличка. Сахар тоже, слава богу. Ну и наконец-то появился автомат совсем недавно. Рядом с Балкани Нола, около скамеек, где постоянно сидят люди. Кто-то все-таки смог договориться и поставить здесь кофейник. Наверное, договариваться было не так легко. Так как рядом находится шоколадница, которая торгует исключительно кофе. А конкурентов они не любят. Продолжение следует. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok